В среду вечером и четверг днем в Израиле отмечали Йома-Шуа, день катастрофы и героизма европейского еврейства. В 10 утра вся страна на две минуты застыла в скорбном молчании. Сразу после сирены в мемориальном комплексе Ядвашем в Иерусалиме началась торжественная церемония памяти с участием первых лиц государства. Параллельно тысячи израильтян, включая президента страны Рувена Ривлина и начальника генштаба ЦААЛа Гадия Дзинхкота, приняли участие в ежегодном марше жизни на территории концлагеря Освенцимбиркинау. Сегодня в Израиле проживает около 150 тысяч человек, попадающих под определение переживших Холокост. Это узники концлагерей и гетто на территории Европы и бывшего Советского Союза. Истории выживших в нашем видеоматериале. Когда началась война, Зинаиде Лернер было 8. Удинца гетто в небольшом городке Капайгород Венецкой области она помнит войну в деталях. Вы не представляете себе этот ужас, темнота, ночь, дождь, мы без ничего. И кто-то несет маму. Тогда мама была 50-60 лет. Это была старость. Кто-то несет маму, кто-то везет папу на тележке, кто-то держит ребенка и кричит, чей ребенок? Кто-то кричит, мама, папа, дева. Стреляют, 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 стреляют. Несколько раз Зинаида была на волоске от смерти. Сегодня ей 85. Говорит, кому суждено было жить, тот жить остался. Если вы будете говорить с своими внуками, и они спросят, почему, единственный ответ, у нас нет, не было своего дома. Мы как шелудивая собака, которая бегает по улице, и никто не хочет ей дать кусочек хлеба, потому что она бездомная, она же не имеет свою будку. И вот поэтому их вылавливают и убивают. То же самое было с Еврением. На травмную церемонию в Кибуце-Шавет-Сион на севере Израиля собрались узники гетто. Все они выходцы из бывшего Советского Союза, многим уже под 90. Среди гостей на таких встречах всегда есть и молодые солдаты и офицеры. Сильная армия – это залог безопасности еврейского государства, а значит, Второй Холокост точно не случится. Александру Илодецкому сегодня 91 год. В гетто Великая Косница попал 14-летним подростком. Помнит, как румынские солдаты каждый вечер устраивали погромы. В Холокосте потерял всю семью. У каждого из переживших Холокост есть своя личная история. Как оказался в гетто, как избежал смерти, когда наступил день освобождения. Лев Пошерстник, узник минского гетто, учитель пения с 40-летним стажем, решил, что нужно всех объединить. Так у него родилась идея написать слова и музыку на гимн узников гетто. Помнят тузники, расстрелы и погромы, и костры. Восьмилетним ребенком в 41-м Лев попал в гетто. Мать арестовали сразу. Пыталась исправить национальность в паспорте, чтобы прописаться в русском районе. Больше он ее никогда не видел. Там же в Минске в 42-м расстреляли родную бабушку и сестру, а ему чудом удалось выжить. Офицер взял меня за шкирку и этого мальчика. И он нас повел наверх-обратно, откуда колонны шли. В этих колоннах люди говорили, «Сейчас он их расстреляет». Он остановился и отпустил меня, а мальчика держал. И потянулся за пистолетом. Я в этот момент рванулся и убежал. Он мальчика этого пристрелил, повернулся и ушел. И только через много лет, наверное, находясь в Израиле, я понял, что он вынужден был меня отпустить, потому что я был у него в правой руке. Он меня держал. Если бы я был в другой руке, значит, получилось бы наоборот. Я бы, наверное, погиб. В еврейском государстве сегодня проживает около 150 тысяч человек, видевших ужасы своими глазами. Это узники канцлагерей, гетто, жители оккупированных территорий. Помогают им не только израильтяне. Вот Петра Хенинг, немка по национальности, внучка солдат вермахта. Родилась в ГДР. Последние 10 лет активист-волонтер организации «Марш жизни». Мы, как потомки нацисты, мы просим прощения о переживших холокост. Мы говорим об этом, потому что там на многие немецкие семьи, там как ареал молчания. Они не говорят о прошлом, они не говорят о времени войны, что наши предки сделали. Волонтерская работа Петры не ограничивается днем катастрофы. Уже в начале мая в Иерусалиме состоится мероприятие, приуроченное к 70-й годовщине Израиля. Одно из таких – «Живой марш». Будучи глубоко религиозной христианкой, она верит, что ее миссия – сделать еврейское государство сильным. И тогда Второго Холокоста точно не произойдет. А еще она верит в то, что ее внукам не будет стыдно, как ей, за своих дедов. Евгений Савов, Владимир Плоткий специально для программы «Израиль за неделю». И мы продолжаем говорить о Холокосте. И сейчас с нами на связи документалист Борис Мовцер, который уже много лет работает над масштабным проектом «Холокост на территории бывшего Советского Союза». В рамках этого проекта вышло несколько фильмов. Борис Мовцер, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Борис, ну давайте начнем с вашей работы. Вы каждый год в канун Дня Холокоста показываете новую серию вашего проекта. Что было особенного в этом году, в том числе в вашей работе над вашими фильмами? То, что было у меня новое, это уже старое, потому что проект о Холокосте на территории бывшего СССР я начал в ноябре 2013 года. И вот трудно поверить, что мы уже начинаем пятый год работы. Это восемь фильмов, больших фильмов. И сейчас у нас прошла премьера седьмого фильма «Готтенленд» о Холокосте в Крыму. В конце июня, а именно 22 июня, где начало войны, будет премьера последнего восьмого фильма «Путь к бабе Мояру». И это рассказ о том, как создавалась система массового уничтожения евреев от начала июля 41-го года и к концу августа 41-го года она практически была уже сформирована. Вы как-то сказали, я вас процитирую, что человек умирает трижды, когда наступает смерть, когда его хоронят и когда забывает его имя. То есть это, я бы сказал, такой вектор вообще, наверное, работы над фильмами по теме Холокоста. Есть еще четвертая строчка, которую я мысленно добавил в последнее время. Это когда вообще скрывают, что он жил. Вообще скрывают, что с ним произошло. Это то, что случилось с погибшими на оккупированных территориях в Советском Союзе. Мы говорим примерно о порядке 2 миллиона 700 тысяч советских евреев. Они были советскими или 20 лет, или 2 года, или год, но для нацистов у них было общее. Они все были жидо-большевиками, и они все подлежали тотальному уничтожению. И мы поэтому Холокост, собственно говоря, начался с нападением Германии на Советский Союз. Холокост в нынешнем, сегодняшнем понимании. Уже до операции лагерей смерти, до Ванзея, более миллиона советских евреев было расстреляно. И вот то, что сразу после войны, когда были собраны сотни свидетельств со всех мест, значимых мест, в которых погибали советские евреи. И должна была быть издана книга, черная книга. И все это было скрыто. Она была запрещена к изданию. И в течение 40 лет до распада Советского Союза тема судьбы советских евреев исчезла из карты Холокоста. То, что у нас есть сегодня, если я могу сравнить, это освещенная сторона Луны, это Холокост, значимый, важный, трагический в Польше и в Западной Европе. И неосвещенная сторона Луны, это то, что произошло на территории бывшего Советского Союза. И вот это та четвертая строчка, которую я бы добавил к моему, я бы сказал, определению, которым я пользуюсь с самого начала проекта. Сегодня я бы это расширил. Борис, отдельная часть, и этому посвящен ваш последний фильм, это Холокост в Крыму. Расскажите немного об этой серии. Весь проект это по следам неизвестного Холокоста. И вот в неизвестном Холокосте, на мой взгляд, судьба евреев и крымчаков в Крыму, это неизвестный Холокост, неизвестного Холокоста, если можно так выразиться. Мы приехали туда в первый раз в декабре 2015 года. Ведь весь проект, все фильмы мы снимаем в то же время, когда события происходили, в тех же местах, когда они происходили, и рассказывают о них свидетели и хранители памяти на месте, где это происходило. Поэтому, если это зима первого 42-го года в Беларуси, мы снимаем в зиму в Беларуси. Если это Змеевская балка, это август 42-го года, мы снимаем 40 градусов жары в Змеевской балке. Начало Холокоста в Крыму было в декабре. Вот когда мы приехали туда, не было света. Это история, когда отключили электричество. И все это было очень странно, когда наступает темнота, и ты не знаешь, где ты находишься, как будто какой-то ночной павильон, какие-то съемки детективного фильма. И мы снимали тогда в Керчи, в Симферополе, в Ялте, в колхозах попытка рассказать, во-первых, что произошло с крымчаками? Расстрелянный народ. Почти все крымчаки были уничтожены на основании того, что у них еврейская кровь. Хотя их культура, их язык были татарскими. Они влились в татарскую культуру и среду. Судьба еврейских колхозов, еврейских поселений, которые были приглашены евреи из Беларуси для того, чтобы освоить новую территорию. С одной стороны, это решало проблему лишенцев, то есть у них не было после революции у этой прослойки бывших мелких буржуа гражданских прав. И вот приезжайте, обрабатывайте землю, получаете все. Отсюда начинается этот роман с джойнтом. И, конечно, судьба традиционных в кавычках еврейских общин. Кстати, Феодосий, например, одна из древнейших общин в Европе, которая существовала, Евпатория, Керчь, Севастополь. И когда мы приехали уже летом, в июле, когда было завершение расстрельных эпизодов, рассказ, который на меня повлиял лично очень сильно, это падение Севастополя, 35-я батарея. И вот буквально через несколько дней первое, что нацисты делают, они собирают евреев Севастополя и расстреливают более 3000 евреев. И вот так завершается история Холокоста в Крыму где-то там, далеко. И мне было очень важно это рассказать, потому что было ощущение, что если это не рассказать сейчас, то по разным причинам это вообще уйдет. Борис Мовцыр, документалист, большое вам спасибо за это интервью, за этот интересный рассказ. Всего хорошего, доброго вечера.